Каждые проводы в армию проходят шумно, ведь друзья не будут видеть своего товарища весь ближайший год. Тихо стоят только родственники, в глазах которых видна горечь, расставание и гордость. У меня все сыновья, вот последние сына сейчас служат, остальные все служили, трое сыновья, один для Дольного Востока, второй под Москвой служил, а вот управляю третий. Кем будут служить эти призывники еще никто не знает, за исключением нескольких книжникамцев, которые будут водителями, так как прошли обучение в ДОСАФ. Остальные же только могут высказать свои пожелания о роде будущих войск. Хотелось бы, конечно, что-нибудь по элитной, ВДВ, спецназ, ну, как получится, конечно, но хотелось бы дать ВДВ, спецназ, чтобы по рашюту попрыгать и так далее. Хотелось бы, хотелось бы. Ну, честно сказать, какие направят. Вот, а так, в принципе, предпочтений такого не было. Я сам для себя иду, в общем. Всего же во время заключительной отправки в армию ушли 24 человека, а за весь весенний призыв в вооруженные силы вступили 260 нижнекамских ребят. Хотелось бы сказать, что этот призыв прошел плавно. Вот, большое спасибо и слава благодарности хотелось бы выразить управлению внутренних дел за взаимодействие в работе, управлению здравоохранения и всем остальным структурам, которые нам помогали. После посадки в автобус нижнекамцев отвезут на сборный пункт в Казань, после которого они разъедутся по центральной части России по своим войсковым частям. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Рафаэль 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 Р